Чэньбаэ, Китай. Моящие голодом русские разносчики еды в самом деле такие разгильдяи. Чэньбаэ, Китай. 10 марта 2019 года. Время обеда. По улице города на мотороллере мчится разносчик еды. За час он должен развести клиентам 7 горячих блюд. Он вбежал в многоэтажный дом, первым зашел в лифт и, выйдя из него, в спешке начал искать нужный номер квартиры. В России у девушки, заказавшей на дом еду, уже бурлит в животе от голода, она ждет свой заказ час или два. Как показывает практика, курьер, который должен доставить для нее еду, может в этот момент не спеша прогуливаться по улицам с огромным контейнером за спиной, либо ждать на остановке или ехать на автобусе или в метро. Скорость доставки можно себе представить. Но что больше расстраивает, когда работник службы доставки оказывается занят своими амурными делами. Не так давно двоих сотрудников российских служб доставки сфотографировали во время поцелуя на улице. И сейчас эти компании собираются вместе их наказать, подарив поездку в Париж и полностью оплатив все расходы. На пути к клиенту не спеша идти по улице, просматривать телефон, медленно толкать самокат и разговаривать с другим доставщиком еды. В приложении Доуин набрала популярность видео, где русский разносчик неторопливо доставляет еду. Благодаря ему, российская доставка еды получила репутацию службы доставки, которая морит голодом. Узнав, что русские разносчики еды прославились в Китае, мои русские друзья наперебой начали их едно подмечать. Кто-то сказал, что еда в Хабаровске доставляется только спустя час или полтора, а в Сочи это занимает больше времени, и еда, которую в итоге принесут, будет уже холодной. Клиент имеет возможность отказаться, если курьер задержался, однако обычно люди с недовольством продолжают ждать. Некоторые сказали, что курьеры регулярно доставляют еду в течение одного-двух часов, вместе с тем в России процесс получения обычно медленный, в большинстве случаев люди самостоятельно готовят дома и заказывают продукты через интернет во время праздников. Третьи отметили, что все это зависит от ресторана и кафе. Такие заведения, как пиццерия, могут осуществлять доставку в течение часа, в случае если они опоздали, они могут предоставить клиенту купон на бесплатную большую пиццу. Сейчас китайские интернет-пользователи задались вопросом, почему в России разносчики еды не пользуются мотороллером или мотоциклом. На самом деле, на это есть свои причины. Во многих российских городах отсутствуют велосипедные дорожки, и ездить на велосипеде можно только по пешеходным дорожкам, а о скутерах и говорить нечего. Кроме этого, в России необходимо иметь водительские права, которые позволяют ездить на скутерах. Вдобавок зимой в России холодно, времени на дорогу уходит много, и на мотоциклах и скутерах в принципе невозможно проехать по заснеженным дорогам. Более того, в такую погоду они очень легко могут выйти из строя, и найти место для их подзарядки тяжело. Сами же разносчики еды в большинстве своем студенты, и у многих из них нет водительских прав и денег, чтобы купить машину. Поэтому им приходится осуществлять доставку либо пешком, либо пользоваться общественным транспортом. Однако отнюдь не каждый разносчик еды является разгильдяем. В хорошую погоду курьер из Сочи будет доставлять еду на скутере, а в Хабаровске – на автомобиле. Тем не менее, в Москве, где пробки – обычное дело, большинство из них пользуются метро или идут пешком. В России спрос на доставку еды на дом невысок. Из-за отсутствия необходимости удовлетворять высокий спрос, развитие технологии происходит достаточно медленно. Однако, по сравнению с предыдущими годами, сфера доставки еды на дом в России получила значительное развитие. Спрос увеличился, все больше ресторанов и кафе предлагают возможность приобрести еду на вынос. И это привело к тому, что эти разносчики еды постепенно начали привлекать внимание масс. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова